Ну что, ребятки, допрыгались. Наступил Новый год, и с 2021 года уже становится немножечко сложнее с доступными инструментами. Я регулярно рассказывал о структурных продуктах, а эти структурные продукты очень здорово подходят начинающим инвесторам, потому что ничего не надо делать, достаточно хорошая степень защиты, 20% годовых, даже при падении рынка, небольшом, не больше, чем 15%, это очень-очень здорово. Но Центробанк вводит новые ограничения, люди получали прибыль, получали доходность, и вот сейчас эти структурные инструменты становятся недоступны. Но кое-что все-таки можно сделать. Сейчас расскажу. Итак, смотрите. Структурные продукты, за которые меня постоянно ругали, сейчас я вам покажу, что они дают. Смотрите, вот есть такой структурный продукт у меня, я про него неоднократно рассказывал. Вот он. Это структурный продукт «Автокол» на 4 компании. «Магнит», «Московская биржа», «НЛМК», «Исбербанк», «Акции привилегированные». 4 компании. Мне кто-то в последнее, вот, недавно говорил, что вот там брокер подсовывает какие-то непонятные компании. Что вам не нравится в этих компаниях, которые, ну, одни из лидеров на самом деле? Ничего здесь не может, не нравится. «Магнит», крупнейшая, так сказать, сеть торговая. Купил ее ВТБ недавно. «Московская биржа». Ну, что с ней может быть? Ничего с ней не может быть. Сейчас я немножечко сделаю. «НЛМК», «Новолипецкий металлургический комбинат». Что с ним может быть? Ничего с ним не может быть. Ну, и самая плохая акция, которая здесь есть, это «Сбербанк Акции привилегированные». Почему она плохая? Посмотрите, да вот почему. Потому что за год, который прошел, именно благодаря акциям «Сбербанка», я получал доходность. Потому что год был плохой. Я купил эту ноту 21 января. Почему я ее купил? Потому что я покупал эти автоколы, они тут же закрывались. Я покупал эти автоколы, они тут же закрывались по автоколу. Потому что если все акции, которые входят в этот автокол, превышают вот эту вот черту, верхний порог отзыва, то все. И они превышали буквально в первый же месяц, в первый же период наблюдения. Но тут намечался кризис, я купил и, в общем-то, не прогадал. Посмотрите, что случилось. Акции, все четыре акции упали. Но они упали в начале незначительно. И в феврале, в первый период наблюдения, несмотря на то, что все четыре компании упали, я получил купон 1600 с чем-то рублей. Ну, то есть 20% годовых. Да, тогда еще эти структурные продукты были доступны по 100 тысяч рублей. Я об этом рассказывал, прямо вот говорю, ребята, берите, пока есть возможность. Вот. Что произошло дальше? Дальше произошел март. Помним, да, что в марте полный обвал рынка, вообще всех рынков. Поэтому, бамс, купон не выплачивается. Все четыре компании ниже, чем уровень выплаты купона, барьер отзыва купона. Но при этом, но при этом купон запоминается. Он не выплачивается, но запоминается. Следующий месяц, апрель. Уже московская биржа выходит практически на порог отзыва, но все остальные, еще две акции, магнит и НЛМК, в общем сказать, там телепаются где-то на уровне купонного барьера. А самая худшая акция – это Сбербанк привилегированные. Они не поднялись. И в следующий период наблюдений не поднялись. И в следующий, и в следующий тоже они не поднялись. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, вот тут они не пересекли его, шесть. А вот здесь я получил выплату в виде купона за все шесть месяцев. То есть больше десяти тысяч там было. Больше десяти тысяч, понимаете? В следующий месяц Сбербанк внутри этой области, все остальные выше. Я получил еще купон. В следующий месяц, в следующий месяц не получил, в следующий месяц получил за два месяца. И следующий, чуть-чуть он не вышел. Вот здесь вот. Он чуть-чуть не вышел за пределы отзыва. И это очень хорошо, потому что, потому что это позволило мне получить еще один купонный доход. Позволит получить буквально через два дня, 21 числа, этот автокол закрывается. Образцово ввел себя. Вообще, посмотрите. Вжух! Вжух! И закрывается. 20% годовых. Сейчас, к сожалению, это доступно только квалифицированным инвесторам. Что я буду делать? Я снова куплю автокол, потому что я квалифицированный инвестор. И на втором счете у меня есть еще один автокол, точно такой же, только вместо магнита стоит компания Алроса. Алмазы России, Московская биржа, Новолипецкий металлургический комбинат и Сбербанк. И здесь та же самая ситуация. Те же самые, ну, Сбербанк вот здесь не позволял. Посмотрите, что у меня здесь. Ну, вот они. Барьер отзыва продукта. Все красные. Это значит, что они все выше, чем барьер отзыва продукта. Таблица выплаты купонов. Посмотрите, купон, вот он, купон выплачен, 16717 рублей и остается еще один купон, 1830 рублей. Дата выплаты еще не наступила. И вы видите, что как только он наступит, ну, это закроется сам структурный продукт, и вот оно все будет получено. Полученный купонный доход уже на текущий момент 20378 рублей. Всего сумма, которая вложена, 11350 рублей. 20% годовых ничего не надо было делать. Ровно год назад я это сделал. Вот. Но сейчас, к сожалению, вот такие продукты в виде автоколов доступны только квалифицированным инвесторам. Я квалифицированный инвестор. Но кое-что есть еще. Да, и значит, сейчас идут переговоры о том, что можно разрешить неквалифицированным, а что не разрешить между крупнейшими брокерами и Центробанком. И Центробанк настаивает на том, что сложные какие-то вот инвестиционные продукты нельзя. К этим сложным инвестиционным продуктам, безусловно, относятся автоколы. Но туда же под одну гребенку сгребли вообще все структурные продукты. Вообще все. Потому что, говорит Центробанк, они обладают повышенными рисками. Но здесь еще есть какой-то риск. Потому что если все акции на момент истечения срока действия автокола, ну если хотя бы одна из этих акций будет ниже, чем купонный барьер, чем барьер защитный вот этот, ну он же купонный, то будут убытки. Реально. Потому что тогда инвестор получает акции вот по этой цене, по первоначальной цене. Ну это убыток. То есть вы получаете акции компаний, которые упали, но по очень дорогой цене. Здесь есть убыток. Я еще могу понять. Центробанк. Но. Есть модельный портфель, в котором просто рекомендуется. Сейчас я посмотрю, есть здесь или нет. Есть модельный портфель, вот такой, вот он в таком виде. И здесь приходят вот идеи и рекомендации. Смотрите. Вот оно, приходят идеи и рекомендации. Значит есть портфель сейчас, портфель будет. Посмотрите. Без изменений, без изменений они рекомендуют купить Русал. Посмотрите, что надо сделать, чтобы привести в соответствие. Нужно еще, предлагают купить Юнипро и Сургутнефтегаз. Привести в соответствие. Нажимаем на одну кнопочку, пишем получить код. Пришла смска, я подписываю. И все. Вот так вел себя модельный портфель в течение всего времени. Голубой это модельный портфель, красный это бенчмарк, это московская биржа. Так вот, друзья мои, сейчас модельный портфель подключить еще можно, но достаточно сложно, во-первых. Во-вторых, брокер говорит, что подключаем от 300 тысяч. Только через звонок брокеру. Но уже несколько человек пытались подключиться. Значит, в списке тарифов этого сейчас нет, потому что идут разборки с Центробанком. Но кажется, это пока разрешено, пользуйтесь пока не поздно. Это можно от 300 тысяч, я повторяю. Вот вы видели, как ребалансировка портфеля, это происходит раз где-то в 3 месяца. И он себя ведет очень даже неплохо. Это для начинающих инвесторов очень хороший инструмент. А сейчас я вам покажу еще один очень хороший инструмент. Ну, там вообще убыток получить в рублях невозможно. Вот просто невозможно, понимаете? Смотрите, это структурный продукт, так называемый, с защитой капитала, со 100% защитой капитала. Выпускается в виде облигаций. Я про нее уже рассказывал. Эта облигация там на 5 лет погашения, никаких периодов наблюдения нет. И эта облигация опирается на один единственный, всегда вот структурный продукт с защитой капитала, это разновидность такая структурных продуктов, на один инструмент. Но что это за инструмент? Давайте посмотрим. Вот у меня этих облигаций куплено, вот она, открытие. Посмотрите, FKIOP2. Это структурный инструмент с защитой капитала. У меня их куплено 100 штук, на 100 тысяч пакетом. На момент размещения я их купил. Я о них уже рассказывал. И сейчас они, посмотрите, ну за 103% кто-то хочет продать. За 95%, честно скажу, это моя заявка. Ее можно купить. Почему это моя заявка, потому что я на другом счете, другой счет у меня оформлена жену, она не является квалифицированным инвестором. Я специально для того, чтобы проверить это дело, выставил это на покупку, эту заявку. И вот она стоит за 95%. 100% защита капитала. И он опирается на продукт от компании Societe Generale. Сейчас я вам покажу, что это за фонд. Вот я специально. СГ, это Societe Generale, US Strong Balance Sheet Beta Hedged Index. Вот что это такое. Посмотрите, вот здесь вот планочка, когда он начал рассчитываться, когда он начал рассчитываться, вот это исторические данные. И по историческим данным вот так растет вот этот вот ETF. ETF, но что самое интересное, вот этот самый биржевой инвестиционный продукт, вот сейчас, а это здесь появилось, здесь пока нет. Вот, не знаю, почему здесь не появилось. Вот он, 95%. Вот этот вот инвестиционная облигация, так называемая, структурный продукт защиты капитала, он дает, во-первых, 100% защиту. То есть, если этот ETF упадет, то мы не теряем деньги. А если он вырастет, вот здесь самое интересное, то мы получим не пропорционально росту, а в 1,8 больше, чем он вырос. Вот с таким коэффициентом. Понимаете, ну, это вообще суперская вещь. То есть, потерять невозможно, а заработать можно даже больше, чем если бы вы купили этот самый фонд. Это вот вообще здорово. Я когда об этом узнал, я читал, читал, думал, думал. И, ну, блин, мне понравился. Я прямо, сначала я про него снял видео, а потом я так расхвалил его, что купил его сам. Когда я его купил, это было где-то, так, 2020 год. Так, где-то. Короче говоря, было, вот здесь вот стояла циферка 168. Я хорошо это запомнил. 168% от, ну, как бы, вот от этого расчетного периода. Я забил эту цифру. Сейчас у него 185% от первоначального, от стопроцентного значения. Что это значит? 185 минус 168 получается где-то 15%. В 15% умножаем на 1,8%, то есть он уже в прибыли продается, ну, как бы, с дисконтом. Посмотрите, ну, здесь 95% стоит, да? 95%, но кто-то хочет продать за 103%. Здесь ликвидность, можно сказать, никакая. Продать его невозможно. Но я, в общем-то, и не собираюсь. Но если я докуплю его дешевле, чем за 100%, то это вообще супер. Но это уже вторичный рынок. И эти облигации можно покупать по штуке от 1 тысячи рублей. Но сразу могу сказать, что это будет проблематично купить. Вот у меня есть 100 штук, продавать я их не собираюсь. В крайнем случае докуплю, потому что сейчас они продаются с дисконтом буквально. А сложность как раз в том, что, ну, как бы, продать его будет очень трудно без потери. То есть, смотрите, сейчас вот 95%. Ну, можно продать вообще, говоря, 81%. Вот кто-то 20 штук покупает. Да, открытие брокер там является маркет-мейкером. То есть, он выкупит, но, значит, с дисконтом 20% вы точно его выкупите. Потому что вот это вот заявка от маркет-мейкера наверняка. Что такое маркет-мейкер? Это робот. Вот. Вы продадите 20 штук, тут же 20 штук снова встанет. Это маркет-мейкер, это робот. Он этим управляет. И открытие этим занимается. Открытие выступает в качестве маркет-мейкера. И вот это вот тоже заявка на продажу от маркет-мейкера. Потому что дороже его, ну, это заявка от маркет-мейкера, от брокера. Так что вот это вот еще доступно. То есть, смотрите, модельный портфель доступен от 300 тысяч, не квалифицированным инвесторам. Вот это вот биржевая инвестиционная облигация, доступная от 1000 рублей буквально. Вот. Здесь цена, понятно, в процентах, это облигации. И очень хорошая штука. 100% защита капитала и рост 1,8 к росту базового актива. Но сложность 5 лет. То есть, это инвестиции надолго. И продать их вы вряд ли сможете. Вы видите, что здесь ликвидность очень-очень низкая. И это по поводу структурных инструментов, запрещенных ныне. Ну, а есть не запрещенные абсолютно. Это облигации, ОФЗ. Ну, и вообще, сейчас ведутся переговоры как раз о том, чтобы, ну, какие продукты, чтобы четкие критерии. Какие продукты можно продавать, какие нельзя. Я еще раз повторяю, что я считаю, что структурные продукты это очень-очень здорово. Вот. И здесь как раз не надо их запрещать неквалифицированным инвесторам. Но почему-то Центробанк считает иначе. А вот то, что сейчас разрешено абсолютно всем, я покажу пока абсолютно всем. Не нужен статус квалифицированного инвестора. Но крайне-крайне агрессивная вещь – это опционы. Посмотрите. Я вам рассказывал в последнем видео о том, что я решил, что ожидается резкое падение опционов, вернее, индекса РТС. И я на это заложился. Посмотрите. Вот. 21 января прошлого года началось падение индексов. И рождественское ралли закончилось. Об этом я говорил в прошлом видео. И я считаю, что он начнет падать. И мои ожидания, что он упадет вот либо сюда, либо вот сюда. Вот. До 140 тысяч. Индекс РТС должен упасть. Давайте смотрим следующий слайд. Вот мои ожидания. И вот он начал падать. Начал падать. Я такой, вау, вот у меня такая вот ступенька рассчитана. И вот эта вот планочка, вот эта планочка, у меня находится здесь минус 67 тысяч. То есть, если он не упадет, то у меня будет минус 67 тысяч. А вложил я туда 200 тысяч. В общем-то, риск огромный. Но это доступно сейчас вот всем. То есть, вот так вот рисковать. Друзья мои, не рискуйте так. Смотрите. И вот он начал падать. В пятницу. Что было в понедельник? А в понедельник в Америке не рабочий день был. День Мартина Лютера. То есть, все фондовые рынки, в общем-то, которые, другие, которые работали, они работали, ну, с низкой волатильностью, можно сказать. Но что произошло у нас? А у нас произошло вот что. То есть, в первый же день, в понедельник, индекс РТС грохнулся. Я был в восторге, конечно. У меня вот здесь, смотрите, это прямо вот открытие биржи. Момент открытия биржи. Здесь данные еще не обновились. И здесь минус 18 тысяч стоит. Здесь 225 тысяч минус 18. Я уже в прибыли. Но давайте посмотрим следующий момент, когда данные обновились. То есть, они пересчитались. Вот они, плюс 22. То есть, смотрите, ну, буквально 40 тысяч прибавилось. Представляете? За, вот, ну, в момент открытия биржи. 40 тысяч. Что я делал? Вот она вот ступенечка, про которую я показывал. Это минус 67 тысяч. Я эти деньги, я повышал вот эту ступенечку. Для чего? Для того, чтобы уменьшить риск. Потому что вот он порог. Вот этот вот порожек, да? Это 150 тысяч страйк по индексу РТС. И если он ниже, чем 150 тысяч, то будет вот это вот у меня такой результат. Если он ниже 150 тысяч и выше, чем 147 500. Вот если он в этом диапазоне, то у меня будут убытки. И как только он ниже, чем 147 500 падает, он начинает резко идти вверх. Ну, вот здесь вы видите, что он упал ниже, чем 147 500. И у меня сразу прибавилось 40 тысяч. Причем это вот, ну, пока. А если дальше будет падать больше, 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 я об этом говорил. Но что произошло дальше? А дальше он начал восстанавливаться. Но планочку-то я вот эту поднимал, поднимал, поднимал. Что я делал? Смотрите, когда он упал, когда он упал, что происходит? Опционный колл становится дешевле, опционный путь становится дороже. Поэтому я покупал здесь опционы колл. Вот эти опционы колл. Правые, которые стали дешевле. Я их покупал. Для чего я их покупал? Потому что, когда он повысится, я их продам. Он пошел вверх. Я думаю, я продам вот эти опционы колл. И тем самым вот эта планочка повысится. А когда она повысилась, я покупал уже опционы путь для того, чтобы также повышать эту планочку. И я этим занимался вчера весь день в понедельник. Вот я тут в чате ребятам скидывал все эти графики. Вот видите, я поднимаю вот эту планочку. Она здесь уже минус 34 тысячи. То есть, я уже на 30 с лишним тысяч ее поднял. То есть, уменьшил риски. Теперь не допустим падение курса рубля. Ну, а сейчас посмотрите, что у меня на текущий момент. На текущий момент он сегодня рабочий день уже. И в Америке, и у нас. Но Америка начнет работать только с 16 часов. Сегодня индекс поднялся. Почему он поднялся? Потому что доллар немножечко опустился ко всем мировым валютам. И нефть немножечко поднялась. Вот, поэтому он поднялся, что позволило мне еще скорректировать немножечко позицию. Сейчас она вот такая. И смотрите, что у меня с планочкой. Планочка. Ну, в текущий момент еще она ниже нуля. Но уже минус 6 тысяч к текущим. А что такое к текущим? Смотрите, сейчас 218 тысяч зафиксировано. Минус 21 тысяча. То есть у меня плюс 7 тысяч. И от этих плюс 7 тысяч отнимется 6 тысяч. Все равно я в плюсе. До вот этой планочки. До 150 тысяч. Если будет ниже, то у меня на уровне 145 тысяч. То есть, если он опустится вот сюда, я очень на это надеюсь, то у меня будет плюс 115 тысяч. Но если будет опускаться ниже, то цена еще будет выше. Но я не рассчитываю, что он ниже опустится, чем 145 тысяч. Я думаю, что где-то вот здесь он закроется 21 числа. Но не исключены всякие очень серьезные политические события. Поэтому я жду падения. Если он будет ниже, чем 147 500. Если он будет ниже, чем 147 500 на момент экспирации, то это закроется. И на момент экспирации у меня будет... Вот смотрите, 147 500. У меня куплены опционы PUT. 33 штуки. Они превратятся в 33 проданных фьючерса на индекс РТС. Это совершенно сумасшедшие деньги. 33 проданных фьючерса. И если индекс пойдет валиться, то прибыль будет зашкаливать. Но как только он дернется вверх, меня закроют по маржин колу. Но это будет хороший маржин кол. То есть, как бы просто я зафиксирую прибыль на этом уровне. То есть, там даже вообще ничего не надо делать. Но это при условии, если он закроется ниже, чем вот эта планочка. 147 500. Если выше, то у меня все будет вне денег. И вот она, пожалуйста. Я вот здесь вот буду. Тоже ничего страшного. У меня уже вот в этом диапазоне убытков нет. Если он закроется в этом диапазоне. А если ниже, чем ниже, тем лучше. Вот такие штуки. И это пока тоже доступно неквалифицированным инвесторам. Но не у всех брокеров. Открытие, вернее, Сбербанк уже не дает доступа к срочному рынку для неквалифицированных клиентов. Пока открытие дает доступ к этим инструментам. И ВТБ дает, и Финам дает, и БКС дает. Вот крупнейшие брокеры, которые есть, они дают доступ пока еще к этим инструментам. Но что я еще могу сказать? Что, опять же, смотрите, крайне рискованная вещь. Если вдруг с экономикой все будет хорошо. Байден скажет, Путин наш лучший друг. То, соответственно, тогда индекс РТС пойдет вверх. Все будет хорошо. А для меня все будет плохо. У меня будут дикие убытки. Поэтому это крайне рискованный инструмент. Пока вы не будете знать в совершенстве, что такое опционы, как они себя ведут, это очень сложно. Вы не сможете здесь торговать, потому что вы будете терять точно совершенно. Я постоянно здесь слежу за этим делом. Что-то меняю в этой стратегии постоянно. И я буду отслеживать это дело. Как я это делаю, я рассказываю в чате для тех, кто закончил курс по опционам. Ну, а для тех, кто не закончил, я очень рекомендую его пройти и начать зарабатывать. Ну, посмотрите, 200 тысяч вложено, можно заработать 150. Это буквально за неделю. Вот. Ну да, там где-то 100, 150. Здесь я еще могу это улучшить немножечко состояние, но пока я этого не делаю. Вот так. На сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok